Вместе мы нужны, вместе мы сила, вместе любая проблема решима! Начался саммит защиты проектов по охране окружающей среды. Старательная подготовка не прошла даром. Восемь команд бойко и чётко высказывали свои идеи. Молодые защитники природы представили разнообразные способы решения экологических проблем. Все выступления объединила общая мысль – природу надо защищать. Надо защищать природу и не надо губить её в городе, чтобы всё время не бросать мимоурный мусор. Какой же молодёжный саммит без творчества? Участники вовсю креативили, стараясь сделать своё выступление особенным. С импровизированной сцены звучали интересные загадки о природе, песни в её защиту. Участники археологического клуба «Резерв» в помощники взяли гитару. Звучали в этот день и стихи собственного сочинения. Никогда вы не бывали в южных землях и лесах, но я уверена там так, как представляю своих снах. Зажигательный флешмоб собрал всех участников вместе. Ритмичные движения танца окончили творческий конкурс. Подведение итогов саммита оказалось необычным. Вместо сухого обсуждения ребятам предложили принять решение. Атласные ленточки и обычные деревья им в этом помогли. Мы делаем выбор. Или проблемы мы себе создаём, вот вам дерево, или мы не создаём, мы их решаем эти проблемы. Детский лагерь «Надежда» стал домом для этих ребят на три дня. За это время они смогли поближе узнать друг друга. Впечатления у меня создались хорошие, конечно. Таких саммитов молодёжных надо проводить более часто. Как я в первое впечатление, я здесь первый раз, у меня создалось очень хорошее. Каждый друг друга поддерживал. Все команды, в принципе, были хорошо подготовлены и хорошо мотивированы. Цель этого мероприятия – это больше всего не то, чтобы кто-то победил. Или тут нет проигравших, здесь нет побеждённых. Здесь все выиграли. От этого мероприятия только одна польза. Такой отдых детям устроили впервые. Но вполне возможно, что нововведение станет традицией. Уже по реакции детей мы понимаем, что мероприятие, наверное, будет традиционным. Потому что понравилось всё. Понравилось детям, понравилось взрослым, понравилось родителям, потому что реакция родителей была уже. И понравилась сама организация этого мероприятия. После трудного дня защитники природы отправились подкрепляться в столовую. Там они делились друг с другом впечатлениями и вспоминали лучшие моменты этого дня. Впереди у ребят игра «Поле чудес» на природную тему, дефилет студии «Моды Шанс» и, конечно же, подведение итогов и вручение грамот. Анна Клыга, Александр Анисимов, Телемикс.